Сегодня мы в гостях у Александра Васильева, известного телеведущего, но еще более известного историка моды, искусствоведы и театрального художника. Еще расскажем. Спасибо, Катя, все хорошо было сказано. О чем мы будем сегодня с вами говорить? Дорогой Александр, с вами можно говорить обо всем на свете. Я предлагаю, давайте мы сегодня поговорим о вашем, как бы, главном, о моде. Да, конечно. Сегодняшняя мода – это мода эпохи кризиса. Несмотря на то, что во Франции все уверены, что кризис закончился, и что жизнь течет широким, можно сказать, ручьем, у меня такого ощущения нет. Нету ощущения. Потому что, на мой взгляд, европейская мода переживает очень большой кризис. Этот кризис выражается, в первую очередь, в том, что само производство одежды, которое традиционно было связано с Францией, с Италией, перекочевало отсюда за последние полтора-два десятилетия в другие страны. Сначала это был Китай, затем Бангладеш, Индия, сегодня это часто Болгария, Румыния, Литва, даже Албания, которая занимается производством одежды. И поэтому назвать в целом, если о моде узко говорить, как о предметах одежды, исключительно европейским явлением, уже не удается. Во-первых, потому что почти все ткани производятся в Азии. Во-вторых, потому что лекала часто делают не европейцы, а азиаты. У них другие требования, у них другое видение цветов. Они часто считают, что соотношения каких-то определенных цветов даже очень хороши вместе, а европейцы так не считают. И самая главная разница заключается в том, что фигура азиатки и фигура европейской женщины сильно отличаются. Я уже не говорю о фигуре русской женщины, которая отличается очень выразительными женскими формами, отличными, например, от француженки или, например, от англичанки. Ну, это к слову. Поэтому сегодняшняя мода приобрела более интернациональный характер. Это первый факт. Второй важный факт о сегодняшней моде, то, о чем важно сказать, заключается в следующем. Это в ее моральном кодексе. Он очень сильно изменился за последние два года. Дело в том, что огромная волна беженцев из Ближнего Востока, из Северной Африки, которые заполонили Европу, я имею в виду левийцы, которые наполонили Италию, я имею в виду сирийцы, которые прошли длинный путь через Грецию, Словению, Хорватию, Венгрию, Австрию, и очутились в Германии, и частью во Франции, соответственно, внесли и вносят совершенно новые коррективы в моральный кодекс моды. И если первая половина 21 века, я имею в виду нулевые годы, были годами, когда господствовал стиль, имеющий определенные названия, название не очень благозвучное, но называется порно-шик, то есть экстренные мини, очень высокие каблуки, глубокое декольте, корсеты, блестки, пайетки, все это сошло на нет в годы кризиса, начиная с 2007 года это вышло из моды. Темные цвета во многом господствуют, мода на рванину во многом господствует. Вчера, например, я был на светском ужине в отеле Мюрис, очень дорогое меню, но не об этом речь, дорогое шампанское. Но когда мужчины в совершенно рваных джинсах приходят на светский вечер, это уже никого не шокирует, хотя мне хотелось скорее подать милостыню этим господам, нежели сказать, как стильно они выглядят. Ведь эта мода началась еще в 90-е годы, с эпохой гранж. То есть, с одной стороны, это гимн бедности и гимн темным цветам, и он очень читается в стиле. А с другой стороны, недавно прошедшие нападения в Германии на женщин во время новогодней ночи, потому что они были в мини, потому что они были в ярких нарядах и еще несли с собой экстравагантную сумочку, которую у них отняли и их ограбили, еще, может быть, даже надругались над ними, приводит к тому, что мода нового времени – это мода не на подчеркивание женской фигуры. То есть, мода на мини будет сходить на небо, мода на прозрачные колготки тоже, и, конечно же, это мода скорее на одежду, которая не приталена и подчеркивает все прелести, а наоборот, я бы сказал, коконообразная, которая все это скрывает. Это вызвано одной из причин исламизации Европы, потому что не хотят лишний раз привлечь к себе внимание, а с другой стороны, совершенно явным явлением в населении Европы. В Европе по общей статистике мужчин значительно больше, чем женщин. К чему это приводит? К тому, что женщины, например, в Париже не ищут внимания на улице. Они не хотят, чтобы на улице им свистнули, чтобы их окликнули, чтобы машина затормозила и сказала, куда вас подвезти до Тбилиси или куда-то дальше. Этого нету. А в России полный контраст. В России женщин гораздо больше, мужчин гораздо меньше, и желание нравиться через одежду присутствует во всем. Как выходить с сегодняшним модельером из создавшегося положения? И я бы сказал, что многие выбрали как раз расчет на современное искусство. В чем это выражается? Выражается в том, что последний тренд зимы, весны 2016 года – это абстрактные ткани. И все то, что абстрактное искусство наработало за 50-е, 60-е годы 20-го века, сейчас как раз в очень большом тренде. То есть это не конкретный цветочный какой-нибудь рисунок или рисунок животного, фоторисунок, а это как раз размытые абстрактные цвета и геометрические формы. Одна из самых важных тенденций вот этого сезона – это геометрический рисунок на ткани. Квадраты, треугольники, полоски, собственно говоря, горохи, шары, круги. Все то, что можно в 20-е годы было посчитать авангардом, в 60-е годы можно было посчитать опартом вассорелли. И это один из трендов. Другой тренд – асимметрия, которая вообще в моде очень редко. И асимметрия, как ни странно, в европейском сознании больше всего связана с Азией, потому что только два европейских стиля, на мой взгляд, имели асимметричный рисунок. Это рококо в 18-м веке и арнуво в начале 20-го века. Если рококо пришел из китайского стиля шинуазри во многом, то арнуво модерн пришел во многом из японизма. И я понимаю, почему асимметрия именно так вот полюбилась европейцам. И сегодня асимметричные застежки, асимметричный крой, неверно расположенные карманы, пуговицы – это один из важных трендов. С другой стороны, мы совершенно видим массовое расслоение мнений населения на тему андрогинная мода. Ведь мода во многом в 20-м веке стала унисексуальной. Она была такой один раз в 20-е годы, когда появился стиль «Ля Гарсон» по роману французского писателя Маргюрита. Она стала андрогинной в эпоху хиппи, когда и мужчины, и женщины надели джинсы, и стали детьми цветов. И это важный тренд и в музыке, и в искусстве, в кино, в театре, и в моде. И она достаточно андрогинна сегодня. Ведь многие женщины не с кроем могут надеть на себя одежду мужского кроя. Это могут быть брюки вполне мужского вида, рубашки вполне мужского вида, жакеты, напоминающие мужские пиджаки, даже шляпы, которые сейчас, в общем, не очень в моде. То же самое касается и обуви. Например, сегодня все-таки спортивная обувь абсолютно унисексуальна. Она заполонила мир, и это будущее мира, только спортивное направление. И она даже получила такое пафосное название, как спортшик. И очень многие спортивные тренды, такие как лампасы на брюках, такие как олимпийки, такие как свитшоты, которые пришедшие, пришли к нам из спорта, они стали объективной реальностью каждого дня. То есть, конечно, отмести современное искусство в моде невозможно. Это выражается в ювелирных украшениях, в этом направлении, в тканях, в рисунках. Это выражается в макияже, где сейчас масса цвета вернулись в моду. Тени, ушедшие в 70-е годы, яркие цвета на глазах, достаточно глубокие цвета на губах. Вещи, которые имеют достаточно артистичную направленность. Но в целом мода все-таки это коммерция. И поэтому те, кто считают, что мода это искусство, глубоко ошибаются. На мой взгляд, мода это, конечно же, вид коммерческой деятельности, но для создания модели требуется художник. Поэтому без художественного, как бы сказать, вклада мода не будет продаваться. Но заниматься только художеством, отрицая продажность моды, было бы тоже глупо. А вот как раз вернемся к художникам. Вот только несколько дней назад умер Андре Курэж. Целая эпоха вместе с ним ушла французской моды. Вот расскажите немножко о нем. Вы знаете, две смерти потрясли мир в начале января 2016 года. 7 января из жизни ушел Андре Курэж, ему было за 90. И в 69 лет умер Дэвид Боуи. И он скончался 10 января. То есть три дня разницы между этими кончинами. И как ни странно, о Дэвиде Боуи, который жил, в общем-то, недавно и был иконой стиля на рубеже 60-х и 70-х годов, мы вспоминали гораздо более мощно, чем об Андре Курэже. Хотя вклад в моду, конечно, Андре Курэже был много больше, чем вклад Дэвид Боуи. В чем причина? Возраст Андре Курэже был за 90, и молодое поколение его просто не слышало. Они-то, слава богу, еще помнят Кардена, потому что хотя бы бутики есть в Маре Пьера Кардена. А Курэж-то закрыл все свои бутики очень давно, и они перекочевали в Японию и так далее. Но стиль Курэжа остался. Стиль Курэжа остался навсегда, потому что и Карден, и Курэж, и Паку Рабан были футуристами в мире моды в 60-е годы, и их мечта была как раз это футуристическое, космическое начало привнести в современную моду. Он был безусловным автором мини во Франции, хотя Мэри Куант в Англии оспаривает это со своей стороны, но я хочу сказать, английская и французская мода, а главное стили английские и французские, они непримиримы. Это два направления, которые никогда не будут вместе. Они всегда будут черпать один из другого, но они никогда не согласятся. Ни по какому поводу? Ни по поводу театра, ни по поводу кино, ни по поводу музыки, ни по поводу поэзии. Это разные вещи. И затем я хочу сказать, что, конечно, Андрей Курэж – это море новых материалов. Это и кремплены, и шерстяной трикотаж, это море молний. А главное, новый силуэт, силуэт не бриталенный, силуэт, который мы можем назвать бобидол, силуэт несколько раскрешенный. И это мода на такие удивительные сочетания цветов. Всегда с белым. Андрей Курэж знаменит тем, что у него розовое с белым, желтое с белым, оранжевое с белым, коричневое с белым, черное с белым. Обязательно белый цвет должен присутствовать. И это был один из тех мастеров, который поднял искусство логотипа на самую высоту. Потому что все его вещи были снабжены ярким логотипом. Ассель, собственно, Андрей Курэж. И до Андре Курэжа таких ярких логотипов в мире моды не было. Потому что, например, Кристиан Диор делал это гораздо более скромно. А Шанель вообще до войны свои логотипы на одежде не ставила. На одежде не ставила. После войны она стала делать на пуговицах свои логотипы. И так же, как и Эльзинские аппарели подписывалось только маленькой подписью. Да, Курэж был, конечно, автором самых знаменитых лунных сапогов. Это были вид сапогов-чулок, которые доходили почти что до колена, но не имели каблука. Они назывались мунбутс. Они были белого цвета. И это, конечно, было дико современно, дико модно. И Андрей Курэж, конечно, был потрясающим совершенно автором очков. Потому что все очки от солнца Андреа Курэжа, так же, как его сумочки, так же, как его пластмассовые украшения, плащи из винила, новая ткань, которая вошла в моду. Это, конечно, эпоха 60-х. Ну, вот что надо знать о модельерах. Талантливых модельеров в мире очень много. Но всех их я могу разбить на разные градации. Эти градации заключаются в следующем. Большинство модельеров – это модельеры декады. То есть они прославились в какое-то определенное десятилетие и сотворили стиль этого десятилетия. Ну, пример был Кристиан Диор, который всего-то и был директором своего дома одно десятилетие с 1947 по 1957 год. Это Жакфат, например. Одно десятилетие – это Андрей Курэж в 60-е годы. Одно десятилетие – это Зандра Роуд в 70-е годы. Это одно десятилетие – это, например, Дуссе в 900-е годы. Одно десятилетие – это Поль Пуэре в основном 10-е годы 20-го века. Одно десятилетие – это не значит, что они умирают. Есть модельеры, которые работают и до, и после. Но вот пик их творчества и влияния на моду, на стиль, на искусство обычно вот как раз этими 10-ю годами и, как бы сказать, ограничивается. И многие зададут важный вопрос – кто так решил, что мода должна радикально меняться каждые 10 лет? А действительно этот вопрос, который требует ответа. А вот почему 60-е не похоже на 70-е, 70-е на 80-е, 80-е на 90-е? Почему стиль не перекочевывает? Но это неправда, он перекочевывает, даже очень перекочевывает. Но наступает переломный момент. Приходит новое поколение, которое совершенно не хочет одеваться, как одевались их родители. И вот этот элемент взросления, который совпадает, как правило, с каким-то десятилетием, составляет и модельеров, и творцов, и покупателей – никогда не отбрасывайте коммерческую составляющую моды – приобретать сотворённое этими людьми, делает моду такой разноликой каждые 10 лет. Это очень важный факт. Так вот, Куреш был, безусловно, творцом 60-х годов. А что он не творил в 70-е? Творил, но успех был меньше. А что он не творил в 80-е? Тоже творил, но уже пришли другие, с, может быть, более свежими идеями. И так можно рассказать про многих. Но есть уникальные примеры. Есть модельеры, которые творили много дольше и больше. Например, Балансиаго, который был талантлив в 30-е, в 40-е, в 50-е, в 60-е. Редкий случай. И в Сен-Луран, который был и в 60-е, и в 70-е, уже как минимум 20 лет. И в 80-е, несколько поисписавшись, но он творил и в 90-е. И есть такие примеры. Это модельеры, которые носят, можно сказать, уже печать гениальности. А есть незабываемые творцы, которые творят вечные. И их очень мало. Например, Мариану Фортуни, который сотворил свой плессированный Дельфост и сотворил свои набивные бархаты в Венеции. И они были актуальны и в 900-е, и в 90-е, и в 20-е, и в 30-е, и в 40-е, и в 50-е. И вот всегда они пригодились. Но это очень редко. Редкий случай таких ауткастов, знаете, вне категории. Ну, я думаю, что такие же люди есть и в живописи, такие люди есть в музыке, такие люди есть в кино, в театре, безусловно. Только их мало. Это немножко больше, чем гений. Это нечто, которое позволяет модельеру оторваться от общего фона, оторваться как бы от такой общей тенденции сиюминутности и парить над этим. Не всем удается. Поэтому Куреш, безусловно, был большим талантом 60-х годов и изменил отношение к этой эпохе. Повторюсь, его главным конкурентом был Пьер Карден, они все время шли в параллели. И, конечно, Паку Рабан, хотя не творил в той же медии, потому что Паку Рабан много работал в металле и в пластике, но все-таки это было созвучно. Футуризм, мечта о космосе – одна из самых важных идей 20-го столетия. Теперь Дэвид Боуэй. Дэвид Боуэй был, конечно, фигурой глэм-рока. Это особенное направление в музыке и в моде. Это направление конца 60-х и 70-х годов. Очень антрогинное, потому что Дэвид Боуэй в молодости воспринимался скорее как персонаж, нежели как мужчина. У него было все от какого-то пришельца, от какого-то странного человека, начиная от цвета глаз. Один глаз голубой кажется, другой кажется карий, и это сразу было очень заметно. От его прически, часто в стиле панк, очень такой яркий и очень такой красочный, от его невероятных брюк-галифе, от его невероятных костюмов сценических, веяло образом звезды. И что сделал он, ну кроме прекрасной музыки, мы сейчас ее не оцениваем в области искусства, он как бы стал живой иконой поп-арта. Поп-арт в живописи перешел на поп-арт в его костюмах. Это первое. Во-вторых, он стал одеваться настолько эксцентрично и уникально, что это положило, можно сказать, сначала переодевание многих других звезд. И я сегодня не могу привести пример ни одного певца, кроме, может быть, Леди Гаги, которая своим костюмом хотела бы, или хотел бы сказать что-то иное, кроме того, что я певец. Потому что он был действительно палитрой для художников. Это мое мнение. А возможно ли сегодня появление таких фигур? Да, возможно. И, может быть, несколько в копийном ракурсе. Я очень тщательно слежу за новой русской эстрадой, потому что я еженедельно даю отчет об их нарядах в журнале «Семь дней». Эти две певицы, которые стараются немножко быть как раз в некотором подражательном характере Леди Гаги, это украинская певица Ёлка, которую вы, может быть, не знаете. Не знаю. И грузинская певица Кетти Тапурия. И вот обе эти певицы в своих нарядах поражают абсолютно зрителей, потому что это не платье, это именно конструкции. Это немножко перекликается с костюмами парада Пикассо для Дягилева. Но, конечно, сравнение, может быть, слишком величественное. Но, чтобы сказать нашим зрителям об этом, я бы сказал вот именно так. Может ли появиться такой модельер? Конечно, можно. Просто я считаю, что борьба ислама и христианства будет настолько кровопролитной, что она не создаст благоприятную почву в ближайшие годы для того, чтобы именно европейский дизайнер смог сделать вот то, о чем мы сейчас с вами говорим. Ну, это сможет сделать, может быть, азиатский дизайнер. Может быть, этот дизайнер как раз придет, извините, к нам из Сирии. Может быть, он придет к нам из Ирака. Может быть, он придет к нам из Афганистана или из Саудовской Аравии. Да, а почему нет? Почему нет? Единственная проблема. Большинство дизайнеров творят не для мужчин. Хотя для них тоже творят. А для женщин. А отношение исламского мира к женщине, оно нетривиально. Женщина желательно в Парадже. Желательно. Дома она может быть любой. А там они как раз хотят быть европейками. Они хотят быть блондинками под Параджой. Они хотят быть как раз в Дочи Габбана. Они хотят быть как раз в Роберту Кавалли. И вот тут мне кажется, что культурная среда еще не позволит внешне женщине, выходцу из исламских государств, изменить моду на Параджу радикально в ближайшее время. Но это не значит, что этот человек не сможет творить для европейского рынка. Есть много турецких дизайнеров, которые очень хорошо устроились в Лондоне. Они в основном все турецкие киприоты. Они делали красивые вещи. ЧС-1, Алла-Я приехал к нам, извините, из Туниса и создал совершенно других женщин. Вовсе не в Бурках, а в коже и в латоксе и в потрясающих формах. Один из гениальных примеров. То есть я... Вы надеетесь на новую кровь, которая придет сюда... Я всегда надеюсь на новую кровь. В Востоке. Я не всегда надеюсь на новую кровь. Хотя для Европы я чувствую это достаточно катастрофично. И это, конечно, отразится и на России каким-то рикошетом. Но это не тема нашей сегодняшней меседы. Зато тема искусства, поэтому мы всегда будем оставаться верными этой теме. И я хочу сказать, многие ведь надеются, что приедут русские дизайнеры и покорят Европу. Это сложный вопрос тоже. Не потому, что они не могут. Могут. Но вот сегодня самый большой фокус это на грузинских дизайнерах. Вы будете поражены, сколько последнее время молодых дизайнеров из Грузии показываются и на европейских неделях в Милане, в Париже. И один из них даже получил большой пост в одном европейском доме моды. Спасибо.